Страна идей. Проблема в том, что некому их реализовать. И скорее всего даже не некому реализовать, а нет возможности реализовать. Все всегда упирается в финансы. Любой владелец клуба, когда я приду к нему и скажу, давайте я у вас организую джазовый концерт, скажет, проблем нет, плати и организуй. То есть ему неинтересна эта аудитория, потому что она достаточно маленькая. Ему неинтересна эта стилистика, потому что она не привлекает достаточное количество людей, которые готовы тратить деньги в ресторане. Но и ему неинтересна эта стилистика, потому что он далек от этой музыки. Это самое главное. То есть у нас как бы фактически по пальцам можно пересчитать людей, которые неплохо относятся к джазу, я имею в виду из владельцев ресторанов и кафе. Фактически это пальцы одной руки, даже не двух, одной руки. При всем при том куча кафешек и ресторанов, и кафе, и кофейный, и площадок. И уже смотришь во многих, и уже небольшие эстрадные площадки стоят там, и какие-то барабаны, и какие-то усилители. То есть видно, что живая музыка какая-то играет. При этом вот максимум пять человек в ферсоне готовы дать площадку для джаза. И то не раз в месяц, а раз в год. Поэтому это проблематично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова